Продолжаем проходить проект небеса и идем сюда в системные помещения, чтобы узнать дальнейшие тайны и прочее в том, что произошло в системных помещениях. Да, походу мы сейчас будем узнавать просто о всех событиях, которые здесь были. А здесь явно произошло что-то не очень крутое. Какое-то напоминание очередное. Какой пароль-то хоть? Январь? Офигенно. Из-за недавних событий с несовпадением обработки дверных выключателей я... По-моему, немного ошибки в тексте есть иногда, но на мой взгляд это колоссальная работа, чтобы провести каждую заметку, перевести это нереальная работа. Я должен напомнить всем сотрудникам, что двери нижнего уровня имеют цветовую маркировку. Люк в нижний уровень в синий, компьютеры красный, оборудование зеленый, подсобное помещение оранжевое. Соответствующий доступ к выключателю окрашен соответственно. В будущем, я надеюсь, вы будете обращать внимание на обращение с дверными переключателями. Так, это именно не работает. Стол. Стол. Еще стол. Что у нас за заметка еще одна? Вечность. На следующей неделе какой он будет? Катастрофа? Пароль что ли новый? К черту безопасности. Джимми Сандерс. Почему они изменяют пароль чертовой безопасности каждую неделю? В конце концов, мы же не боевые единицы. Приказ национальной безопасности тоже АА приказ. Время веселое. Вечность. Последний из них был момент. Надо быть идиотом, чтобы выбирать такие пароли. Я запишу и положу его в стол, чтобы просто не забыть. Еще один стол. Не работающий. Ну ок. Пока ничего мы особо с вами не узнали. Разве что пароль у них. Дверь очень раскрашена в разные цвета. И все. И все. Что, в кафетерий? Эй. Кафетерий пройти можно сюда. Пам-парам-пам-пам-пам. Мочу, дверь заперта. Понимаете, в кафетерий в начале. Что нам стоит? Ну, блин, ну кафетерий. Видимо, здесь что-то реально. Бомбы падали. Все обвалилось. Лаги. Жизнь, боль. Отлагивай. Терминал не так сильно лагает. Так, открыть. Что ж тут у нас будет? Пока здесь все темно. Локации. Интерьер, точнее. О-о-о. Крутая вещь. Кстати, насколько я знаю, здесь нужно будет даже в Point Lockout ездить. А у меня все сейчас все дополнения на английском. Поэтому надо бы русификаторов понакачать. Куда же мне идти? В Upper Level. Напоминание дверные выключатели. Такая же, да? Да, мне она не нужна. Вы мне еще раз пароль подарите. Вообще офигенно будет. Нет, я наверх пока не хочу. Хочу пока здесь походить. По офисам и прочему-прочему месту. Слушайте, огромный интерьер. Ну, не огромный, конечно, еще, но большие. Еще какая-то... Артур, пароль для помещения сдержанья. Что? Опять дверные выключатели. Терминал какого-то Джонатана. Не так много у него записей. Черт, какое скучное место здесь системное помещение. Все самое интересное в операционном крыле. Ну да, ну да, мы прям видели. Мы должны проводить ходовые испытания после запуска оборудования, калибровку датчиков и все виды этих скучных работ. Когда я впервые попал в комнату слежения, я посчитал, что получил удар. Черт, это мой скучный проект небеса. Ха. Боже мой, мы попали. Бункер дрожит как осиновый лист. Круто. Меня зовут, вернее, звали Джонатан Крейг. Я хочу умереть здесь. Все вокруг меня рухнуло. Вентиляции нет, дверь выхода заперта. Большинство моих товарищей умерли или умирают. У меня сломана нога и еще что-то с головой. Клиника не реагирует на внутренний вызов. Почти все наши сотрудники погибли, кроме Маккормика. Маккормик пытается управлять ситуацией, но это высшие его силы. Боже мой, я чувствую себя так плохо. Последняя запись. Я чувствую себя так плохо. Мое сердце колотится, как барабан. Иисус, помилуй мою душу, мама. По-моему, так там было. Да, все у них, конечно, здесь очень-очень плохо. Однако, как я вот сейчас вот смотрю, тут, в принципе, еда всякая. То есть, по идее, они со сломанной ногой протянуть здесь довольно долго могли. Ну, конечно, не совсем довольно долго, но почему они этого не сделали, мне пока что непонятно. Да, блин, задолбал уже, напоминаю, подверные выключатели. Его, походу, повсюду положили, чтобы я его в любом случае нашел. Пом-пом, патроны. И еще ядер-кола. Ну, значит, все-таки надо в аппер-левел. Пойдемте, че уж. Что терминал? Ну, блин. Силы выломали, пароль, эмулятор, дробь. Вот и Маккормик. Маккорм... Да, Маккормик. Я сейчас остальные записи, они были бесполезны в этот миг. Мой дорогой друг и товарищ по команде Артур Мертв погиб, когда хотел спрать трубу. Погиб прямо у меня на глазах. У него рухнула стена. Кантелли в офисе так же умер. Почти все умерли и умирают, несмотря на мои усилия. Я попытался связаться с компьютером, чтобы получить ключ администратора. Но то, что было внутри этой комнаты, Иисус, я никогда не был так напуган, как в этой комнате. Это самое ужасное чувство, что я когда-либо видел. Я буду искать останки моего бедного помощника Кантелли. Насколько я помню, у него второй ключ в комнате администратора. Я сохраню пароль в моем письменном столе. Боже, эти существа. Я пойду к администратору для поиска, чтобы в конечном итоге связаться с кем-нибудь. Если кто-то еще жив. Это испытание для моей силы и моей воли. Такая фигля, они там уже все подохрят. Но, чувак... Здесь, что ли, стена на него упала? Чувак, я смотрю, явно боролся и пытался выбраться. Ну что, похвально? Куда я вышел, блин? Блин, сколько здесь всего? Какие-то пароли. Я просто уже кучу насобирал. Все не подходят ни к чему. Хожу просто кругами. Ищу, пытаюсь. Так, куда бы еще можно было бы сходить? Крейг. Пам-парам-пам-пам. Да, в этот мод надо просто вчитываться, вдумываться и так далее. Критерий я уже был. Черт возьми, это сложно. По крайней мере, сложнее, чем я думал. Ладно, левел. Не уровень, а сюда пройти нельзя никак. Никак. Куда можно еще пойти? Давайте подумаем. Эта дверь у нас оставалась закрыта. Нет, нет, нифига. Она до сих пор закрыта. Нет, скорее всего мне надо туда. Ребят, звонок. Итак, я вернулся. Продолжаем искать какой-то терминал. Пароль к чему меня нашли? К компьютерам хранилище. Пф, обливиен. Лишний. Лишний. Да. И все-таки. Мы нашли уже дофига просто паролей. Осталось правильно их, я так понимаю, расположить. Что же, куда же. Пам-пам-пам. Вот, походу, первая загадка, которую я пока что не представляю, как решить. Куча паролей, куча всего. О, а куда идти, непонятно. Я думаю, многие из вас, кто играет в Fallout, играли в этот мод. Все-таки, мне так кажется, он не такой уж и малозаметный. Слушайте, мне это подбешивает. Вот я все уже обыскивал. Не знаю, в общем, как я буду делать в таких ситуациях, потому что, я так понимаю, их будет много, когда я буду просто в каком-то там состоянии, когда что, как, почему, куда и зачем. Поэтому, ребят, не знаю, как, что будет. Может быть, буду ставить паузу, может быть, буду так и долго ходить, а потом в комментариях читать. Фу, лох, у тебя там все под рукой было. Вполне возможно и такое. Пароль. Куда бы его впихнуть? Где еще меня не было? О, шикарно. О, Маккормик Артуру. Или Артуру, наверное, Артуру. Где ты, черт возьми, Артур? Мне нужен пароль для сервисных помещений. Поговори с Дрейфусом как можно скорее. Где ты бродишь? Оставь мне ответ. Мы должны снять чистый воздух для этого оборудования. Это сейчас жизненно важно. Там еще что-то лежит. Ох, как много записей. Это мой первый день в этом удивительном объекте. Мы с Джоном Маккормиком были назначены сюда непосредственно из военной академии. Что можно сказать? Это отличная возможность и честь работать в самых важных и секретных программах нашей страны. Я не знаю вообще картины, но думаю, что проект Небеса действительно большое дело. Я не потрачу время даром и не спорчу свою карьеру здесь. Это точно. Блин, перепутали. Сегодня день рождения майора Моргана. Всем должностным лицам было предложено пройти в кафетерий для небольшого торжества. Ну, всем, кроме нас, меня и Джона. Так как мы молодые офицеры, Морган сказал, джентльмэн, я приглашаю вас на небольшой праздник. В эти смутные времена мы не можем сделать это нормально. Наши новые офицеры примут командование на полчаса. Я думаю, не слишком жесткие санкции для них. Так, я и Джон Маккормик работаем сейчас в цирке. Всего на 30 минут. Ржать. Боже мой, они все мертвы. Вдруг сработала сигнализация, почти сразу все вокруг меня начало рушиться. Ржать, трескаться. Освещение погасло, оборудование остановилось. Вокруг кричали люди и дальше. Тишина. Невероятная тишина. Бедный Кантелли был убит на месте, когда стена рухнула в офисе. Я уцелел чудом. Что же мне теперь делать? Может быть, я попытаюсь найти Джона? Так, четыре. Наша ситуация очень мрачная, если не сказать, катастрофическая. Мы оказали людям первую помощь прямо здесь, на месте. Но их состояние очень нестабильно. Я сделал все возможное, чтобы помочь немногим людям остаться в живых. Но без медицинской помощи из клиники шансы просто мизер. Мы отрезаны от других крыльев. Двери блокируются и разблокируются случайно. У нас газы из разбитой трубы. И я должен идти исправить утечку из трубы в конце зала. Иначе люди быстро вздохнутся. Джон, мы должны сделать что-то с этой трубой. И, по-моему, последняя. Быстрая запись. Джон, я должен поспешить исправить проклятую трубу. Но я прочитал твое сообщение. Пароль для помещений обслуживания в моем шкафу в конце зала. Увидимся позже. Артур, будьте осторожны внизу. Черт, я едва жив. Всем, если у вас есть намерение открыть люк на нижнем уровне, берегите эти роботы. Они сошли с ума. В данный момент они видят меня и начинают стрелять. Может быть, от электромагнитных импульсов атомных взрывов как-то пострадали программы роботов. Черт, только будьте осторожны. Звук стрельбы. Но суть по тому, как здесь трупа нету. Так. То, скорее всего, его не убило. Звук стрельбы. Так. Так, 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 так. После недавнего инцидента в фонде Сонора ключи шифрования и обработки протокол будут измениться следующим образом. Все командиры будут хранить ключ шифровальных карт только в больших компьютерах хранилища в связи с обеспечением высокой безопасности. Из-за высокой важности проекта небеса для нашей страны шифровальные карты обрабатываются только командиром. Эти меры вступят в силу сегодняшнего дня в 12 часов вечера. Я только подумал, здесь очень много текста. Изменить столько много рогов, значит, 100% должен быть какой-то способ их аккуратного уничтожения и так далее. Чем чудо-клей взял. Поэтому это много текста. Я думаю, ребят, в принципе, в принципе, с одной стороны, конечно, да, будет не очень интересно, но с другой стороны, нет. Наверное, я его не буду читать. Я буду его, ну как, вслух я имею в виду, потому что, ну, ребят, согласитесь, объем здесь, ну, мягко говоря, большой. Не знаю, что я там разблокировал, какой-то король нашел. Хожу просто по всем дверям. И поэтому я думаю, я, во-первых, это экономит ваше время, потому что я читаю не очень быстро. О, отлично. Читаю не очень быстро, а значит, вы можете намного быстрее прочесть, остановив просто на паузу и все. Ну и, надеюсь, да, как офигенно, просто, просто полезнейшая дверь. Вот это, на мой взгляд, сделано не очень круто. Но, может быть, так раньше делали, кто знает. Поэтому, в общем, текст я особо читать вслух не буду. Только уж и совсем приспичит. Что же я сейчас-то открыл, блин? Так. Посмотрим. Скорее всего, здесь. Окей. Что я еще мог открыть? Весело-весело. А здесь что? А, здесь Капитерий. О! Лавер-левел. Нет, давайте здесь, значит, еще включим. Найт-визор. Слушайте, он как-то даже не особо сильно помогает. Но, на мой взгляд, так даже прикольнее смотрится, нежели чем всякие подсветки. Ой, это хрень мощная. Ух, твою. Какой робот. Фак. Больно, больно, больно. Очень больно. Ну, я ядерки много набрал. Где, кто, как-то. Давай. Давайте посмотрим, что нам доступно. Очень сложный замок. Открывающая дверь не отсюда. Логично. Аналогично. Логично, аналогично, блин. Что за хрень? Какая-то радиация была. И она остается. А это значит, что надо съесть радыкс. А радыкс съесть надо после сохранения. А то, кто его, блин, знает. Вдруг ему зависимость возбредет в голову. Дверь простой. И не так сложно ломать. Выглядит, кстати, замок не очень крут. Согласитесь, на эсвизоре. Пом-парам-пам-пам. Химическая лаборатория. Теперь понятно, куда у них всех лучевая болезнь. Ключ Дрейфус от Кладовой. Но смотрите-ка, в этом моде очень много полезных вещей я набираю. Раймонда Дрейфуса. Ну что, как я говорю, читать я буду при себя. Хм, надо кладок сходить. Что там за слово? Давайте посмотрим. Там, по-моему, открыл. Но смотреть нечитабельно очень. А нет, он был там вообще. Пам-парам-пам-пам. Что-то у них везде есть порча данных. Так, вернемся к этому Найт-Визору. Как бы он мне бы не казался тупым. Ну и вам, соответственно. Но помогает. Так, это куда дверь? Ключ. От Кладовой. Говорят, здесь оружие есть, да? Револьвер. О, все, пяло. О, патроны. О, все, все. Теперь мне есть чего стрелять. Правда, практически в сломанном состоянии. Пока не буду выкидывать. Вот она, да, я читал про нее. Ну, точнее, слышал. То, что она будет против робота офигенно работать. Хотя у нас пока с роботами и так проблем нет. Напоминание для меня. Понятно. Нет. Где? Все, попал. Так, стандартные ящики. Раз здесь появляется пор, то эти... Пам-пам-пам. А, кстати, чем стреляет эта импульсная охреновка? Импульсная винтовка. О, как хорошо. Микроядерных батарей у нас много. Надо, кстати, собирать ядерные батареи и перерабатывать их у меня в автоплексе в микроядерные. Вот это будет четко. Блин, слушайте, здесь всего столько много. Ох, как хорошо. Я думал, этот мод менее, так сказать, приспособлен для выживания. Думал, больше хардкор. Есть у тебя ядерная батарея? Нету. Ну, электронный заряд тоже можно преобразовать. Что у нас есть? Да, покалечило. Фиолетово мне. Вытяну. Честно, не знаю, сколько мы снимаем. Ну, я снимаю. Мне кажется, не так много. Но, с другой стороны, мне как-то уже хочется на этом серию закончить. Но не могу. Надо сходить в комнату. Меня тянет и тянет. Все дальше и дальше. Смертному населению. Ага. Черт, мы нашли какой-то пароль, какие-то двери. Но ни хрена не понятно, откуда и куда. Ой. Тупой Яндекс.Защитник. Не знаю, что вы видели, что вы не видели. Надеюсь, ничего. Все было нормально. Потому что, ну, бейся. Надо его к черту отключить. Ох, ох, ох. Давайте посмотрим, куда мы нашли пароль. Наверх, не наверх. Ну, вот хочется протестить винтовочку. Ну, вот прям хочется. Да, мы нашли пароль сюда. А внизу нашли пароль. Или нет. 20 патронов, кстати. Это офигенная обойма. Еще надо на скорострель. Посмотрите, все. А, внизу мы уже были. Ну, все, ребят. Не знаю, честно. Если серия короткая, извините. Если серия длинная, не знаю. Все равно извините. Может, вам не нравятся мои такие длинные серии. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на лайк. Ставьте лайк, комментируйте. В следующей серии мы продолжим исследование до таинственного бункера. Будем продолжать, так понимаю, узнавать, что случилось с его обитателями. Пока что, все, что могу сказать, явно у них все плохо. Ядерная война началась. И все крылья, так сказать, были изолированы. То есть, ни сверху не могли пройти к ним, ни снизу они не могли выбраться. Это печально. Но обычно так и делают фильмы, книги, чтобы вызвать печаль. Это вызывает интерес. Вот, например, мне сейчас интересно, что с ними случилось. Не знаю, как вам, но надеюсь, вам тоже. Ну что, ребят, спасибо еще раз всем за просмотр. С вами был я, Заза. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok